Алоха всем, друзья! Снова рад вас видеть. И сегодня у нас с Дмитрием Егоровым для вас срочные новости в ночь на 1 апреля, совсем не шуточные. Одна плохая, вторая, думаю, чуть получше. Первая новость. Похоже, я не сыграю в замкал. Объясню, в чем дело. Когда я получил травму, мы с Германа договаривались, что вторую операцию я делаю в начале марта, потом с июня уже тренируюсь с командой, показываю, как восстанавливаться после такого сложного повреждения, а к НКС провожу уже первый матч. Это было возможно, но события, которые произошли совсем недавно, поставили крест на мои операции в марте в Италии, а в России эту операцию готовы делать не раньше июля, потому что кость должна зарасти, и только после этого они готовы ввинчивать туда новые болты. Получается, что если я делаю эту операцию в июле, то восстановление мое затягивается до зимы, и, естественно, в этом году замкал я не играю, а дальше уже не знаю, что будет. Контракт, если бы мы и подписывали, то подписывали бы до НКС. Поэтому, к сожалению, ситуация сейчас такова, что я могу просто ездить на МКЛ и торговать щами, что, с моей стороны, недостаточно справедливо. Хотя я обещаю и уверяю, что я абсолютно предан МКЛ, благодарен каждому человеку, и абсолютно понимаю, что условно в медийном мире меня полностью сделал Герман Эль Классика, Ничай когда был и все другие парни, которые были в команде и сейчас находятся в команде. Если нужно, я буду ездить и на выезды, и буду помогать Герману с какими-то организационными вещами, допустим, с выездами, но чувствовать себя частью Амкала на данный момент мне очень сложно. Я еду, конечно, в Казань, но мне сложно. И поэтому я хочу вам сообщить, друзья, в этой ситуации нужно брать уже ответственность на себя, потому что сейчас запускается новый медийный турнир, в котором должны были принимать участие все топовые медийные команды, Тудротс на спорте, в том числе есть Бейсмент, где будут участвовать Майота, Джебуда и другие звезды. Звезд будет реально в этом турнире очень много, но до последнего организаторы рассчитывали, что будет принимать участие и Амкал тоже, но в последний момент Герман сказал, что насыщенный график, и мы не можем это сейчас сделать. Освободился слот. Я должен был быть ведущим этого турнира, должен был разгонять конфликты, в том числе на пресс-конференциях, и когда я узнал, что освобождается слот, я тут же позвонил Райзену и сказал, давай делать свою команду, потому что мы с тобой, известно, как люди, которые реагируют на чужие конфликты, которые делают реакции на чужие обзоры, которые обсуждают чужий матч, давай делать свое. Дмитрий мне сказал, хватит паразитировать на контенте, ты знаешь, нам это уже надоело, я говорю, я с тобой абсолютно согласен, и решил его поддержать в этом деле, поскольку играть он уже не может, но рвение в медиафутболе что-то создавать у него есть. Я сел на Блаблакар, потому что не могу лететь, доехал до Москвы, и буквально сегодня мы проработали полную концепцию, весь день гоняли по переговорам, искали деньги, искали возможности, и я думаю, мы рады для вас объявить то, что мы точно создаем команду, у нас есть уже два варианта названия, одно из них Броуки, другое Бэт Бойс, пишите, какой вам больше нравится, но есть третий вариант, это придумайте свое, и если оно выиграет, вы заполучите 10 тысяч рублей в Телеграме у Дмитрия Егорова, у него есть пост, предлагайте варианты, но Бэт Бойс у нас сейчас приоритетный. Что касается состава, там... В комментариях даже к этому посту на ютубе, к этому ролику. Да, в комментариях, и вообще пишите, что вы думаете насчет того, какой состав, во-первых, нужно, кого вы хотите видеть, сразу забегая вперед, отвечу вам, некоторые абсолютно легендарные личности медиа футбола будут в команде, и возможно даже люди из большого футбола, с духом, с которым мы ведем переговоры, тоже примут участие. Что касается главного тренера, там фигура, о которой вам лучше поведает Дмитрий. Фигура легендарная, лучший футболист нашей страны, одного года, и чемпион России, в том числе, как тренер. Так что, я надеюсь, вы поймете, кто это, но фигура реально легендарная. И мы стараемся брать нашу команду, так как мы плохие парни, только легендарных фигур, которые так или иначе запомнились либо в медийном футболе, либо в профессиональном футболе своим поведением, в том числе, или успехами. Мы, еще раз повторю, рассчитываем сделать яркую команду, которая будет давать много контента, которая будет создавать инфоповоды, которая будет иногда антагонистом, иногда другом, и команду, которая, надеюсь, в какой-то момент вас заинтересует. Опять же, я прекрасно понимаю сейчас реакцию, в том числе, наших коллег и моих товарищей по Амкалу, которые относятся к этому скептически, которые будут говорить, да нет, пацаны, у вас уже ничего не получится, потому что весь блогерский мир занят, я так не считаю. Мы начинаем делать контент, мы уже ведем переговоры с кем только можно, мы ищем лучшие камеры, мы ищем лучших спортивных директоров, мы ищем достаточно хороших игроков, мы ищем возможности, чтобы сделать классно. Ну, естественно, конечно, мы ищем деньги, поэтому... Пишите комментарии, проявляйте свою активность. Если вы думаете, что мы просто хотим на этом заработать, поскольку видите в кадре меня, вот вам крест. В смете мы не прописали ни единого рубля на нашу зарплату, исключительно расходы на команду. Поэтому следите за нами во всех соцсетях, поддерживайте нас репостами, лайками. Мы не будем говорить в каждом ролике, поставьте, ролик выйдет. Он выйдет и без лайков. Мы будем делать свою работу. И насколько это все получится, покажет только время. У нас есть планы и отбор провести, и сборы сделать. Между прочим, с одной очень серьезной медийной командой, если она согласится. Это прям топ невероятный будет. И вы уже до этого самого турнира получите контент, который, я уверен, вас заинтересует. Снять дом. Планы грандиозные. Но сейчас мы работаем над структурой и тратим на это все свое время. Дмитрий завтра поедет в Казань, а я завтра поеду папочку передавать на стол букмекерским конторам. И надеюсь получить от них подпись. Ну и, соответственно, деньги, которые пойдут на это создание. Все ради вас, ради контента. Мы теперь не паразитируем. Мы теперь создаем. И, ребята, болельщики Амкала, ну, я думаю, вы меня понимаете. Вас всех люблю. И надеюсь когда-нибудь в будущем еще сыграть. Если здоровье позволит. И желаю вам всем здоровья тоже. Пока. Ребята, а я вообще всех люблю. И болельщиков Амкала, и всех.